Следствие ввели они. Следственное управление региона считалось о проделанной работе за 2018 год. Всего в производстве находилось 1831 уголовное дело. Важное направление расследования преступлений в отношении детей. 195 противоправных деяний было совершено против несовершеннолетних. 110 человек признаны потерпевшими. Больше половины преступления против половой неприкосновенности. Детям, которые пострадали от 6 до 16 лет. Что особенно удручает зачастую права несовершеннолетних, грубо нарушают педагоги и воспитатели. Большой резонанс, например, вызвало уголовное дело в отношении директора детского лагеря «Радуга», расположенного в Родниковском районе. С июня по август 2018 года директор лагеря, сведомый учредителя, в воспитательных целях неоднократно помещал отдыхавших в лагере детей в непригодное для проживания помещение, запирало в нем, незаконно лишая свободы и возможности передвижения. Систематически наносило некоторым из них побои. Собственник лагеря противоправных действий не пресекал. В настоящее время потерпевшими признано 8 детей в возрасте от 9 до 13 лет. Не остается без внимания и факты процессуальных проверок. За прошлый год поступило 11 сообщений по поводу отравления и гибели людей от угарного газа. 38 человек пострадали, 6 погибли. Двое из них – дети. Последний случай зафиксирован в декабре 2018 года в городе Вичуги, где от отравления угарным газом погибла женщина и ее малолетняя внучка. Две дочери погибших госпитализированы с признаками отравления угарным газом. Здесь возможно уголовное дело, мы детально разберемся в обстоятельствах произошедшего. Принцип неотвратимости наказания региональное следственное управление демонстрирует на деле, отметил Станислав Ускресенский. Почти на 15% выросло число расследованных преступлений в 2018 году. Наказаны должны быть все, кто совершил преступление против дольщиков, считает губернатор. Это преступление вызывает общественный резонанс. Мы говорили об этом, одно дело сейчас в процессе, но это же совсем беспредел. Собрали деньги, обманули людей, оставили ни с чем, сами смылись. По таким вещам вы должны эти преступления держать на особом контроле и доводить дело до конца. В целом же криминогенная обстановка в Ивановской области за прошлый год характеризуется общим снижением преступности на 13%. Убийства и покушений зарегистрировано меньше на 15%, изнасилований на 40% и на 25% меньше фактов причинения тяжкого вреда здоровью.